Девочка-пай За окном уже чувствуется дыхание зимы. С каждым днем солнышко прячется все раньше. В природе все идет своим чередом. Но если очень захотеть, ничего невозможного нет. Мы хотим тепла, значит у нас лето. Субтитры делал DimaTorzok Спальный мешок есть. В рюкзаке все собрали. Пять банок тушенки на три дня, соль, спички. На краю земли ничего не будет лишним. И это не преувеличение, ведь именно туда мы собираемся сегодня. Путь наш лежит на полуостров Рыбачий. Красивое, суровое и мистическое место Кольского полуострова. Рыбачий считается самой северной точкой европейской части России. Из Апатитов едем по трассе на Мурманск, но в саму заполярную столицу не заезжаем, а сворачиваем по дороге на колу. Проезжаем долину славы. Невозможно не почтить память людей, отдавших свои жизни ради нас. Здесь захоронено около 7 тысяч погибших в годы Великой Отечественной войны. Держим путь по дороге на Печенгу. Административно полуостров Рыбачий как раз и входит в Печенгский район. Это приграничная территория, и чтобы побывать здесь, еще до 2011 года необходимо было оформить пропуск. Осенью же прошлого года пропускной пункт упразднили, так что без затруднений его сейчас и проезжаем. С левой стороны наблюдаем довольно пугающее зрелище. Кто-то в назидании нерадивым водителем установил на столбе останки машины, попавшей в аварию. Принимаем к сведению и стараемся не превышать скорость. Вообще в экспедицию на полуостров Рыбачий ехать на неподготовленной машине и думать нечего. У нашей съемочной группы подходящего транспорта для экстремальных условий нет. Выручила нас общественная организация «Народный контроль». Машина УАЗ как нельзя лучше справиться с нелегкой задачей. Проезжаем мимо населенного пункта Титовка. Недалеко от него очень красивый водопад. После нескольких часов в дороге останавливаемся на берегу полюбоваться местностью. Темнеет, пора ехать дальше. Кстати, с этого места дорога в обычном ее понимании заканчивается. Впереди сотни километров по тундре, камням и воде. Еще часик, и Кольский полуостров остается позади. Переезжаем на полуостров Средний. Он-то и является своего рода пуповиной, соединяя Рыбачий с материком. Во время Второй мировой войны полуострова Средний и Рыбачий стали рубежом сдерживания фашистских войск. Около часа едем по Среднему. Переезжаем на Рыбачий. Три часа ночи, надо искать место для ночевки. Выбор наш пал на поселок Мыс-Скорбеевский. Это бывший военный гарнизон. Сейчас здесь все разрушено. От зданий только стены. Останавливаемся в одном из них. Заделываем оконный проем фанерками, греем чай и спать. Утром проснулись, умылись в ближайшем озере, позавтракали и решили изучить поселок. До середины 90-х Скорбеевский был самым крупным военным гарнизоном на Рыбачьем. Несколько многоэтажных зданий, гаражи, боксы, склады. Но сейчас все в полной разрухе. Последний житель покинул этот поселок 16 лет назад. Не знаю, как у других, кто побывал здесь. А у меня почему-то возникли ассоциации с чернобыльским городом Припять. Только здесь наш северный климат, да и некоторые путешественники, нанесли гораздо более сильные разрушения, чем там. Кстати, за год до ликвидации поселка здесь построили капитальное здание котельной и электростанции. А вода в дома подавалась по трехкилометровому водопроводу из ближайшего озера. До сих пор на территории можно найти различные мины и снаряды. КОНЕЦ Рыбачий вообще уникальное историческое место. Можно сказать, музей под открытым небом. В разные времена это место пытались обжить саами, финны, норвежцы и русские. Что касается современной истории, в начале 19 века, после установления границы между Норвегией и Россией, полуостров стал нашим. После Великой Отечественной рыбачий стал закрытой зоной. Он был буквально усеян военными поселками. На полуострове базировались пограничники, ракетчики, морская пехота. С 90-х годов все населенные пункты заброшены. В настоящее время действует только одна пограничная застава. Она располагается на мысе Немецкий, куда мы и держим путь. За окном проплывают бесконечные километры по бездорожью. Речки, шаткие мосты и камни, камни, камни. Очень выматывает. Скорость – 20 километров в час. На каждом шагу попадаются памятники, братские могилы, брошенные артиллерийские батареи, окопы. Все четыре года Великой Отечественной здесь шли ожесточенные бои. Без преувеличения все в воронках от взрывов. Рыбачий – это одна братская могила. В этой земле лежит 10 тысяч человек. Полуостров воспет во многих песнях и стихах. Одна из самых известных песен военных лет называется «Прощайте, скалистые горы». И строчка из нее «Растаял в далеком тумане рыбачий». Природный ландшафт на рыбачьем очень скудный – бескрайняя тундра и бесконечный мох. Но, тем не менее, картина завораживающая. Кстати, интересный факт – эти два полуострова, средний рыбачий, растут. Каждый год они поднимаются из воды примерно на 3 сантиметра. Едем дальше. Впереди по дороге видим три огромных белых шара. Это и есть действующая военная часть в поселке Вайда-Губа. Шары – это радиопрозрачные купола, защищающие антенны радиолокационной станции. Находится она на мысе Немецкий. Мыс Немецкий. Дальше земли нет. Только вода и Северный полюс. Вот мы с вами и добрались на край земли. Вот это место, эти камни и есть самая крайняя точка европейской части России. Далее впереди только Северный Ледовитый океан. Берег состоит из черных сланцевых скал. Они вздымаются на высоту до 100 метров и резко обрываются в океан. Ощущение среди этой вздыбленной породы, как будто совершил путешествие во времени. Немецкий трактуется как «иноземный». В старину немцами называли всех чужестранцев. Историки считают, что люди здесь жили с каменного века. Известно, что в 16 веке здесь швартовали суда, вели торговлю. На мысе есть маяк. Старый был построен в 1946 году. Закрыли его в 63-м, когда построили новый. Высота башни – 32 метра. Обеспечивают работу маяка 5 человек. Смотритель от телевизионного интервью отказался. Сказал, что вышестоящее начальство запрещает, необходимо делать официальные запросы. Кстати, на заметку путешественникам. Заправок ни на среднем, ни на рыбачьем нет. Бензин у нас был уже на исходе. И маяк оказался единственным местом, где мы смогли достать горючее. Вечереет. Пора ехать дальше. Искать место для ночевки. Проезжаем удивительное зрелище. Останки зенитно-ракетного дивизиона. Во время службы его позывной был «Локаут», который так и закрепился за этой точкой на карте. Все сооружения построены из камня. Даже сложно представить, сколько сил и труда здесь вложено. Далее проезжаем еще один военный поселок – Большое Озерко. Бывший гарнизон зенитчиков. В 70-х годах именно в этом поселке вырос первый на полуостровах пятиэтажный дом со всеми коммунальными удобствами. Напротив него военные построили также первый в этих краях хоккейный корт. Уже 18 лет эти пятиэтажки не знают тепла домашнего очага. Возвращаемся на полуостров Средний и едем до станции Земляное. В старину это место называлось Пуманки. В одном из домов останавливаемся на ночевку. На следующее утро, осмотрев окрестности, отправляемся дальше. Экспедиции по Среднему и Рыбачьему довольно трудные. Немало путешественников стали жертвами экстремальных ситуаций. На третий день съемок наша группа тоже подверглась испытанию. На одной из переправ машина попала в коварную яму. Члены съемочной группы разделились и направились за помощью к возможным ближайшим туристическим стоянкам. После спасения и люди, и техника сушились и приходили в себя. На этот раз, может быть, и не удалось осмотреть весь Средний полуостров, но в любом случае путешествие на Рыбачьей останется в памяти неизгладимым впечатлением. В этом краю, где сотни озер, тысячи скал и ледяное дыхание океана, ты навсегда оставляешь частичку своей души. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон»